получили мы стиральную машинку самое главное поехали в магазин медиамарк нету нигде не за такую цену мы взяли за 500 плюс пересылка 530 короче сименс хорошая машинка самое главное я еще нашел онлайн в интернете есть сайт такой на следующий день встретил товарища говорит у мамы машинка сломалась поехали тоже не нашли только в онлайне продаются странное дело машинка неплохая сименскими машинками уже законы ну в общем все 8 килограмм очень экономная и все такое чем по и все такое не знаю мур распаковывать часы на подожду и на свое место подвал келлер отнесем пару посылок выписывал все для сада сад огород не за кому может быть понадобится посылочка открываем алиэкспресс две три воры о вот эти это 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 как бы ведерко так вот и здесь можно клубничку сажать вот вот эти наполняете здесь полу кармашку и не улитки не доберутся классная штука подвешу не знаю правда есть за что но вот здесь есть вот такие ручки ну посмотрим что выйдет есть дырочки чтобы она стекала прикольная штука когда буду делать покажу вам обязательно так это вот че еще пришло вот такая упаковочка вот тоже для садика для красного для огорода это что вы это 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 вот это для картошки смотрите ложитесь на землю выращиваете такую картошку не хотите копать а вот здесь проверяете прикольно сколько картошки выросла никогда такую конечно не делал но попробовать можно я таких две штучки куплю ребят две штуки вот это для садика еще одна большая посылка даже не знаю что это такое мне хотят мы выписываешь пока за две десять дней проверим что-то выписывает и сам не знает чем выписать 10 дней но 10 дней проходит конечно уже не помнишь четко я выписал это чтоб трава не росла по моему рука такой стоит такое лука смотрите сюда это опять же землей заполняете вот такая площадь о как вот так землей улитки сюда не заползает вот так и здесь каждом месте смотрите разделе хочешь картошку хочешь помидоры есть целая грядка это большая грядка стоит где-то 10-15 классно классно их надоело прибавцы убрал и все я тебя пробу ребят зал не знаю как получится конечно тоже будут землячки здесь конечно поболее ну вот такую штуку я тоже решил испробовать так здесь все материал хороших нравится ну не знаю что выйдет вот такая выглядит вот такие у нас распаковочки интересные интересная штучка такая да мария понравилась земли сюда намного ну да зато выросли тут я как это по мобильный вот зачем покупать это убирается убирать сложил многоразовый надоело убрал но тут конечно можно соломки подстелить снизу не обязательно всю землю залог и потом земли будет тебе счастье все сейчас правда у вас сейчас холодно ребят то снег ночью вот сегодня утром стали на работу снег шел 2 градуса снег сейчас холодно и пока мы гартоном пока не занимаемся самым огородом ждем тепла как наступит так приступим к посадке вот так вот а теперь ставьте лайки за наши распаковки вот и подписывайтесь кто не подписался сейчас покажу у нас там это ворона лазит на гараже залезла все она не улетит ну какая здоровая сейчас нет улетела улетела такая у нас погода вот опять дождик шел немножко солнышко вышло а так погода не было две недели моя работа вся стоит вот и забор красить не могу холодно в общем вот так вот и бордюр не делается короче холодно здесь у меня возле гаража тоже вот такая для цветов есть купила уже землю блюменерды хочу здесь посадить цветы в этой штучке будет красиво цветы я купила сегодня как только потеплеет буду цветочки сажать вот эти вот герани купила сегодня такие вот пока занесла их домой потому что еще холодно ну и как потеплеет буду сажать первый теплый денечек это еще ночью 2 минус 1 градусов не знаю ну трава выросла потому что дожди были хоть и холодно решил я покосить спасибо но на работе коллегу горки а косить сегодня буду сейчас слышу другие косят ну я думаю пока что выходные зато свободной короче начинаю пойду за концом на косилкой сарай как всегда хорошо старый хозяин саранчик сделал ну вот немного узковатый дрова инструмент ну есть все вытаскиваю и буду хотят перед тем как косить хотел показать траву то мы селили сеяли посеяли вот смотрите травка зашла надо же сколько прошло недель 2 по моему около того может быть 3 максим пошло дело вот так как-то нормально нормально а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Купили мы клубнику, ну и теперь надо посадить в такой мешочек красивый. Ну, я подумал, у нас есть ко мне посадить. Я сейчас наберу ее полную, а там буду сажать, посмотрим. Короче, так и сделаю. Да, сначала заполнить ее полную. С китая мешочек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, так у меня вышло, не стал больше земли и осыпать, потому что еще соломки хочу сверху и, может быть, подвешу куда-нибудь со временем. Ну, вот такая у меня клубничка, здесь уже цветочки. Две большие взяли. И вот здесь 10 маленьких как раз хватит туда засунуть, посадить. Ну, сейчас буду пробовать, короче. Не знаю, вот такой мешок китайский. Ну, недорого, 3 или 4 ойра стоит, в принципе, попробовать можно. Если все здесь будет, все это в клубнике, то это вообще отлично. Ну, а подвесить? Потом займусь теми-нибудь вот на заборе. И хорошо будет. Так вот. Надо, наверное, ломать. И сажать. О, тут все отломал. О, ребят. И как не засунуть? О, есть место. Вот так. Делаю ямку в глубине. И сажаю туда. Ну, да, стараюсь колючки не помять. Запихнуть. Ой, тяжело. Ну, что делать? Фленочка. Не знаю, правильно сажаю, неправильно. Вот. Вот запихнул первый. Тут же ломая. Короче, аккуратненько сюда запихиваю. В принципе, проблем-то нет, но стараться надо аккуратно. Вот этот нежный росточек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, ребят, вот такая штука у меня вышла. Не знаю, что выйдет, вырастет ли что-то. Может, я что-то и надломил. О, как. Так, давай. Выкидываю. Ну, сейчас порью. Пускай пропитывается. И, вуаля. И будем посмотреть, что выйти. Всем добрый день. У нас опять новый денечек. В общем, завтра у нас гости. И чем я занимаюсь сегодня? Очень много работы. Замариновала шашлык, но еще не до конца. И буду готовить торт Наполеон. Ну, все уже знают этот рецепт. И вот из таких печенек. Сварила я крем. Вот. Заварной крем. Сейчас он уже почти остыл. И буду в этой форме укладывать. И хочу один слой сделать малину. Одно один слой. И будет такой Наполеон с малиной. Вкусненький. Еще будет у меня другой пирог. Покажу потом. Взяла тарелку. Такое кольцо. У меня есть другое кольцо. Но, правда, в квартире у дочери. Надо было взять. Забыла. Придется с таким кольцом. Но ничего страшного. В общем, крем выкладываю. И потом выкладываю эти такие вот печеньки. И очень вкусно. Он пропитывается. Очень вкусно получается тортик. Вот это тоже я заполню потом. В общем, вот так выкладываю. Потом крем. И все то же самое. Надо заполнить. Все. Теперь крем сверху. Крем я варила из молока. Два яйца. Мука. Две столовые ложки. В общем. Ну, заварной крем все знают. И потом уже добавляла масло сливочное сюда. Очень легко делается. Что, уже не надо печь ему кремом. Опять слой печенек. Что еще у меня будет? Пирог с голубикой. Вот у меня здесь полкилограмма голубики. Добавляю сюда сливочное масло. 150 грамм. Добавляю. Выкладываю. Соли. Добавляю. Маневин. Две пачки. И 200 грамм сахара. Теперь я все это буду взбивать. Минуты четыре. Масло должно быть мягкое. Взбила я масло с сахаром. Теперь по одному яйцу буду добавлять. И опять все перемешивать. В общем, четыре яйца добавлю. Вот так. По одному добавляю. Перемешиваю. Перемешиваю с маслом. Теперь я добавляю сюда сметану. Баночку 200 грамм. Ну, сметану можно. У меня крем фреш. Тоже можно. Все. Добавили сметану. Ну, теперь хорошенечко все. Вот так вылезло. Добавляю муку и разрыхлитель. С лукой вместе. Потому что должна получиться, как густая сметана. Вот. Все. Хорошенько перемешиваю. Вот она еще и жидкая. Сейчас еще добавлю муку. Все. Вот такое тесто должно получиться, как густая сметана. Вот, смотрите. Все. Теперь добавлю сейчас сюда голубику. Ну, все, конечно, я не буду. Я ее помыла. Все это. Немножко оставлю для украшения еще. Все. Хорошенечко перемешаем. Все на глаз делаю. Вижу, что не сильно много. Ну, должно прям быть так хорошо. О, какое у нас тесто получилось классное. Выкладываю тесто. Ну, просто. Хорошо все со стеночек соскребаем нашу вкусняточку. Теперь надо разраблять все. На вид уже вкусное, кажется. Еще сейчас испечется. Вообще будет. Прелесть. Он такой будет сочный. С ягодками. Во рту будет таять. Еще покажу потом, как я его доделаю. Будет просто бомба. Все, духовку я нагрела на 180 градусов. Где-то минут 30 будем печь. Убираем наш пирог. Ставим. Такой кроссовчик. Все. Где-то полчаса примерно будет печься. Пока печется наш пирог, я приготовлю сейчас крем для пирога. Конечно, пирог можно просто посыпать сахарной пудрой. Ну, я вот такие сливки беру в баночку. Холодные сливки. И вот такой фридж кеза взяла. Можно Филадельфию взять. Ну, все равно, как вы хотите. Так, сколько здесь у меня грамм? 250 грамм, а нет, 300 грамм. Ну, значит, добавлю сюда сливку. Так, 300 грамм. И будет у нас крем для пирога. Так. Ну, что я сюда добавлю пудр-цукер. Сахарная пудра. У меня здесь осталось немножко, но этого мало. Я здесь еще открыла. Еще немножко. На глаз все делаю. Все. И теперь нужно все это хорошенько взбить, чтобы было густое. Правда, да. Брызги сейчас будут лететь во все стороны. Что я делаю? Вообще, должна быть крышка вот сюда, чтобы брызги не летели. Но, у меня ее нету. Что я делаю? Я беру вот так вот. пропускаю. Закрываю. И вот так взбиваю. Вообще, надо поискать вот такая крышечка специальная должна быть. Все, крем готов. Вот такой густой должен получиться. Все, убираем его в холодильник. Все, пирог наш готов. Вообщем, остыл. Сейчас я его смажу кремом. Ну, не буду я с бумаги его убирать, потому что я все равно сейчас буду на порционные кусочки резать. И уже уберу, чтобы уже потом не резать его. Смазываем кремом. Буду весь крем выкладывать. Крем такой вкусный. Просто обалденски. Можно еще так вот выровнять ножичком. Ну, есть специальная, конечно, такая штучка. Но у меня ее сейчас нету. Она мне в квартире. Теперь я хочу эти края подрезать и потом уже на порционные кусочки нарезать, чтобы красивый вид был. уже просто края так подрежу. Вот такой вот красавчик. Видите, получается. Красавчик. Красавчик. Отрезала. Теперь я нарежу на порционные кусочки и выложу вот в такую форму. Так. Как мы будем сделать? На три. Да, вот так. Примерно будет. Вот аккуратненько так берем и выкладываем вот сюда. Такие кусочки. Теперь можно украсить вот так каждый кусочек. Покажу, например. Такая мята у меня здесь есть. И кусочек мяты. Будет красиво. Вот такая красота получилась. Посмотрите, это какая прелесть. Такие вот у нас пирожки будут. Красивые. Кому понравилось этот рецепт, ставьте лайки и оставайтесь с нами. и Objective. Посмотрим. Спасибо. Продолжение следует...